Привет, друзья! С вами Маргарита. Сегодня поговорим о том, как переехать в Таиланд. Я расскажу вам на моем примере, какой бюджет вам потребуется на первое время, и дам несколько полезных советов. Первый раз в Таиланде я была по путевке в 2016 году в городе Паттайя, где, если честно, мне не понравилось. Грязь на пляжах, толпы людей, запах на улицах. Я, как и многие туристы, осталась под плохим впечатлением. Но через пару лет я оказалась на Пхукете, и этот райский остров меня покорил. Я решила задержаться на три месяца и оформила туристическую визу. Подробнее о видах и способах оформления виз смотрите видео на нашем канале. Ссылка будет в описании. Итак, с чего же начать? Первое – это бронирование жилья. Я прочитала статьи в интернете и узнала, что дешевле всего арендовать апартаменты в кондоминимуме в центре острова, в районе Кату. Я планировала брать транспорт и ездить по разным пляжам, исследовать остров. На сайте Airbnb комната в комплексе D-Conda Creek стоила 35 тысяч рублей или 530 долларов. Но в последний момент обстоятельства так сложились, что когда я приехала на остров, мне пришлось отказаться от забронированной комнаты, потому что она не соответствовала моим ожиданиям. И я решила найти другое жилье. Воспользовалась услугами местной риэлторской компании, и мой выбор пал на новый, комфортабельный кондоминимум The Base Uptown. Если вам интересны эти комплексы, напишите в комментариях, и я сделаю для вас подробный обзор. Цена на апартаменты всегда зависит от периода проживания и длительности контракта. В декабре 2017 года, а это пик туристического сезона, стоимость одного месяца в The Base составляла 18 тысяч бат. Это примерно 570 долларов. На три месяца 16 тысяч бат или 505 долларов. На полгода было бы еще дешевле – 14 тысяч бат или 440 долларов. Учитывайте, что с вас возьмут залог в размере стоимости одного месяца. И если вы расторгнете контракт раньше срока, деньги вам не вернут. Сейчас, когда я приехала в Таиланд в третий раз, найти хорошее жилье на более выгодных условиях мне не составило труда. А после того, как я устроилась на стажировку в Пхукет Байхаус и начала свое знакомство с рынком недвижимости, опыта в этом вопросе у меня стало гораздо больше. На данный момент с моим участием мы отсняли уже более 40 обзоров вилл, апартаментов, инвестиционных проектов. Вы можете посмотреть их на этом канале. Мне будет очень интересно узнать, какой из них вам понравился больше. Что стоит изменить или добавить? Пишите их в комментариях. Это поможет нам делать более качественные видео для вас. Второй, самый важный пункт – это транспорт. Общественного на Пхукете нет, а такси очень дорогое. Передвигаться пешком будет сложно, потому что нет пешеходных зон и очень плотный трафик. Вам, скорее всего, придется брать в аренду мотобайк или автомобиль. Все зависит от вашего бюджета и смелости. Я думаю, многие наслышаны об особенностях движения на дорогах Таиланда. Первую поездку на Пхукет я арендовала байк через группу на Фейсбуке за 4500 бат или 140 долларов в месяц. Получила незабываемый опыт, попала в небольшое ДТП. Если ваш выбор все-таки полно мототранспорт, то мой вам совет – обязательно оформляйте хорошую медицинскую страховку. Подробнее об этом также есть видео на нашем канале. В этом году я уже пересела на автомобиль. Это Хонда, 2010 года выпуска. Обходится она мне в 12000 бат в месяц. С машиной система платежей строится так же, как и с жильем. Чем дольше период контракта, тем ниже стоимость. На бензин лично у меня уходит немаленький бюджет. Около 4000 бат или 130 долларов в месяц, так как я езжу много и в разные районы острова. 1 литр 91 бензина стоит около 1 доллара. Интересный факт – стоимость бензина в Таиланде довольно стабильна. И с моей первой поездки в 2016 году по сей день существенно не менялась. А это, как вы понимаете, положительно влияет на стоимость продуктов питания. Мы, кстати, снимали уже обзорные ролики про цены на рынки, на продукты в супермаркете, в Централ Фестиваль. Посмотрите, и вы поймете, сколько вам бы потребовалось денег на месяц. Ну а что касается меня, то я придерживаюсь здорового питания. Для таких, как я, Пхукет – идеальное место. Многие вегетарианцы и сыроеды приезжают сюда именно по причине доступности необходимых, качественных и наисвежайших продуктов. Я трачу примерно 8000 бат или 250 долларов в месяц. При этом чаще я питаюсь вне дома из-за плотного графика. Благо на Пхукете вкусно покушать вы можете буквально повсюду. Масса заведений на каждом углу, от уличных торговцев едой до ресторанов уровня Мишлен. В общем, для комфортной жизни на Пхукете в месяц нужно чуть более 1000 долларов на человека. Все зависит от уровня ваших запросов. Можно тратить как больше, так и меньше. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я вам обязательно отвечу. Предлагайте темы для будущих роликов. Подписывайтесь на наш канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и информативным. Не жалейте лайк для меня. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok